Многодетные родители, проживающие по улице Сущинского, 4, выступают против строительства магазина в своем дворе. По их мнению, пустующее место идеально подходит для размещения большой и комфортной детской площадки. За помощью в разрешении спора активные граждане обратились в региональное отделение Общероссийского народного фронта. Общественники вместе с представителями исполнительной власти города и округа, а также собственником будущего торгового павильона попытались найти компромисс. Мне кажется, здесь идеальное место. Дом закрывает от сквозняка частично, и площадка просматривается со всех окон. Здесь можно сделать хорошую площадку. Здесь много в этом районе семей неблагополучных, семей социального риска, многодетных. И хотелось бы, чтобы у них детство было хотя бы на детской площадке. Жильцы дома номер 4 по улице Сущинского заехали в этот большой строящийся микрорайон в 2015 году. На протяжении двух лет активные мамы пишут письма в различные инстанции с просьбой установить в их дворе комфортную, а главное, безопасную детскую площадку. По мнению молодых родителей, та, что есть сейчас, травмоопасна и не вмещает всех желающих. Только в одном четвертом доме проживает 17 многодетных семей с четырьмя и более маленькими детьми. Под площадку для своих чад активные родители присмотрели хороший участок прямо во дворе дома. Новость о том, что в ближайшее время на этой территории появится большой торговый павильон, застала родителей врасплох. Вот будет такое красивое здание. Полторы тысячи квадратных метров. Стеклянные. Внутри стеклянные эти самые будут. Парковка вся будет. Парковка до 15 машин. Плюс благоустройство территории. Всё здесь будет сделано. У вас будет красивый район и красивый магазин. Будет промышленный, хозяйственный, продовольственный магазин. Будет общественное питание, закусочное на 50 мест, чтобы люди могли прийти покушать, пообедать, и все прочее. Разве это плохо, если в таком районе будет хороший магазин? Участок земли площадью 3800 квадратных метров городское потребительское общество получило в аренду в 2014 году. С этого времени исправно платит налоги. И сегодня нет никаких оснований для того, чтобы изъять этот участок у предпринимателей, пояснила представитель профильного окружного ведомства Анастасия Голговская. Что касается сроков строительства магазина, то, по словам Светланы Паусовой, модульное здание магазина уже закуплено. И речной навигации в скором времени будет доставлено в Нарьинмар. К Новому году магазин может открыть свои двери для покупателей. Я считаю, что Горпо, вообще-то, они уже зарекомендовали себя как социально ответственных партнеров. Ну а дети-то куда денутся? Чаяния многодетных родителей понятны и обоснованы. Но в микрорайоне также проживает много пенсионеров и инвалидов, которым нужен магазин шаговой доступности. Общими усилиями жильцы дома, представители органов власти, собственник будущего торгового павильона и активисты Общероссийского народного фронта выработали два варианта развития ситуации. Предприятие готово отдать частично, потом уже, когда построится здание, они готовы выделить участок для того, чтобы жители сами могли распроедиться им, как они считают нужным. Но, с другой стороны, мы видим, что и та же маленькая площадка, которая рядом с ним находится, детская, она тоже недостаточно благоустроена для того, чтобы занимались дети. Мы надеемся, что наши просьбы в управляющую компанию помогут им ее достроить, доделать, и чтобы детям было здесь комфортно. Второй вариант – принять участие в федеральной программе формирования комфортной городской среды. Активисты Общероссийского народного фронта помогут жителям оформить соответствующую заявку. Но это перспектива уже следующего года.